С такими интересными людьми я дружила С Сашей Филипенко, с Александром Серебровым, с Борисом Коновалым, Юрой Пухначев Нам повезло, девочкам, которые были на Фестехе Нас было мало, но нас окружали такие талантливые люди В те времена, когда земля еще была в Москве, а Фестех состоял из одного трехэтажного здания На каждого студента приходилось по два признак преподавателя А Лев Дорогич Ландау приезжал каждый четверг читать лекции из Ленинграда И это тогда был прямой эфир, и это было где-то числа, наверное, 1-2 января А третьего или четвертого, а через день должен был быть, кванты надо было сдавать И я, конечно, не готова Ну, не до того, КВН, Петя, вообще все такое прочее Ну, я пришла на экзамен, мы сдавали, значит, вот там наверху Я помню, я сижу так на лестнице, так вот коленочки обняв, вышел Аллилуев Сергей Павлович Значит, потом мне рассказали Ну, тогда как раз Щука, он уже подрабатывал ассистентом на кафедре физики Поэтому от него я потом все это узнала Итак, Аллилуев пришел, сидят физики, говорят Там девочка, которая вчера пела за нас в КВН Я хочу ей поставить 5 Физики все сказали, мы тоже хотим Бросили, на пальцах выпало одному Он меня вытащил О чем-то мы поговорили Что-то он мне все-таки сказал Ну, какой-то вопрос я там самый маленький все-таки ему ответила Ну, в общем, я получила 5 Вышла совершенно ошеломленная Ребята ко мне бросаются, что? Думали, что 2 Я говорю, ребята, 5 И потом мне Щука рассказал, как это получилось Вот у меня такая физика была Приветствия от человека Который не мыслит своей жизни без науки Не мыслила никогда без науки и спорта И физтех мне позволил это удивительным образом сочетать И я желаю всем в своей жизни сочетать науку, спорт и искусство Это самое лучшее, что может быть в жизни Это прекрасно Итак, вы родились, ваши родители, ваше происхождение, ваше детство Ваше первое в жизни приглашение в кинематограф Ой, это я была еще школьницей Я училась в 349-й школе Это здесь, в первом Басманном переулке И меня пригласили сниматься, да, на студию Горького В кино Я помню, мама меня туда повезла Я помню, как мне там что-то делали И у меня были хорошие длинные косы, но черные ленты А мне говорили, нет-нет-нет, чтобы было красиво Вы обязательно должны вставить белые банты, чтобы это было ярко Я говорила, нет, этого нельзя, школьница не может ходить в школу в белых бантах Вот это я помню Познакомились с мальчиком, с которым мы должны были вместе играть в главных ролях У нас даже была маленькая сценка Я подбегаю к нему и спрашиваю Ты скучаешь без мамы? Фильм потом почему-то не снимали Я не вдавалась никогда в историю того, почему нет Но этого молодого человека, этого мальчика я потом встретила на параде Который был, когда у нас Олимпийские игры были И вот парад был, Олимпийские игры, какие там, спортивные парады Мы на стадионе Динамо, там как раз этот был парад Я видела этого мальчика, мы так помогали друг другу Узнали друг друга Отлично Правильно ли я понимаю, что у вас в происхождении есть среди ваших предков и казаки, и дворяне И купцы И купцы Соответственно, фамилия Фастовец дает однозначную ассоциацию на украинский город Фаст Корни вашего отца частично оттуда Да Он как-то этот город вспоминал, не вспоминал? Конечно Конечно Само собой Но вы знаете, мой дед Калистрат Трофимович Фастовец Он, вот когда я уже была, он был директором питомника в станице Тимошевской Которая теперь стала городом Тимошевском Он заведовал этим питомником Они выращивали деревья, которые высаживали вдоль железных дорог Относилось все это к железной дороге И туда я два или три раза приезжала Так, восхитительно Да Бабушка была изумительная кулинарка Но бабушка у меня была замечательная Она утром вставала, причесывала косы, укладывала, пудрила нос, красила губки, одевала хвартук, это называлось, и шла заниматься курями там и так далее, хозяйством По вечерам собирались люди, играли в преферанс у деда Все это было красиво Ну вот, позвольте за вас порадоваться Ну и основные детские увлечения Простой советской социалистической школьницы Искусство, спорт, на что вас хватало? Учеба, олимпиады Понимаете, в школе я училась очень легко Как мне и мама говорила, и учителя Я запоминала все сразу И маме говорили, Нелли не готовит домашних заданий, она и так все знает Классы у вас были чисто женские или смешанные? У нас были смешанные, как мальчики у нас были, конечно Мы ставили спектакли И по Пушкину, я очень даже помню это Нет, это было все очень интересно Я была барышней-крестьянкой, по-моему, в каком-то отрывочке Ну, барышня-крестьянка, это восхитительно Там нужна в обязательном порядке хорошая женская актерская работа Я помню, как по Ланес мы ходили по залу Но я еще все время занималась спортом Я начинала с гимнастики, спортивной гимнастики У меня какие-то разряды есть, какие-то грамоты Потом я занималась велосипедом, у меня тоже был разряд А потом уже в студенческие годы я занималась горными лыжами, альпинизмом Я альпинист СССР Ну, это прекрасно И вот в один прекрасный момент в голову Пожалуйста, отец, мать были по профессии Дело в том, что папа был моряк Он служил на Тихом океане Я ведь родилась в 41-м году И моя мама, она была дочкой врага народа В 1938-м ее отца забрали Маму не брали в институт как дочкой врага народа Мама не кончала института Хотя она хотела учиться в МАИ Она мне рассказывала Ей сказали, ну не пишите, кто у вас отец Мама обожала отца Он не может не писать, что отца забрали И мама, в общем, работала Она была талантливый человек И, в общем, высшего образования она не получила А папа закончил в Питере военно-морское училище Они познакомились в Москве Мама коренная москвичка А папа проездом Они познакомились Пожениюсь Он уехал служить на Дальний Восток А когда мама похоронила и свою мать Которую я никогда не видела в Бабушке Мама уехала к нему на Дальний Восток И родила меня в бухте Ольга В бухте Ольга в каком-то было месяце? Декабрь То есть как раз по счастливой случайности Мама фактически не застала Ваше Великое Отечественное Да, мама, она сказала, что я ей помешала пойти на фронт Она хотела пойти на фронт Я своим рождением ей помешала Из Ольги мы потом поплыли в Порт-Артур Но папа уже там, он командовал военно-морской частью Поэтому я была в Порт-Артуре В первый класс я пошла в Порт-Артуре Будьте добры, в первом классе, когда Вы пошли в Порт-Артуре Как он точно назывался и какой точно тайский? Порт-Артур все называли Порт-Артур По крайней мере, все так называли А государственная принадлежность была, соответственно, Китай Мы называли все Порт-Артуре Я, естественно, училась в русской школе Это все понятно И я там первый класс закончила Начала учиться во втором, кстати Маме говорили, что меня надо отдавать в балетную школу Ну, мама моя А во втором классе, когда я училась Папу перевели, уже вернули в Советский Союз Сначала под Владивосток на 26-й километр Я в эту школу пошла Потом в сам Владивосток И закончила вот это все в один год Мой второй класс И закончила в московской школе в 349 в первом басманном переулке Так, замечательно Правильно я понимаю Первый басманный переулок Это тот самый, где находится институт По-моему, евразийской цивилизации Основанный господином Жириновским Владимиром Волшим Ну, цивилизация, она у нас на Ленинском проспекте А вот, как бы... Ну, здание, где статуя Жириновского Да, да, да Где статуя Жириновского Это в первом басманном переулке Тогда его не было, когда Этой статуи, когда я там училась Скажите, пожалуйста Вот как-то именно детство на басманном переулке По сравнению с другими населенными пунктами Другими районами Москвы Оно как-то с художественной точки зрения Сильно на вас повлияло в плюс? Да Да Я обожаю старинные здания Я люблю архитектуру Я люблю историю Первый басманный переулок Школа, в которой я училась Это бывшая гимназия Одна из лучших гимназий Москвы Там, кстати, училась в свое время Дочка Буушенко Филиппова Там учился, между прочим, Никулин Юрий Никулин Начинал учиться Правда, потом его перевели в другую школу попроще Так, замечательно Нет, там еще находился Насколько мне известно Находится до сегодняшнего дня Детский хор железнодорожников Я ходила в хор В клуб шоферов Тогда называлось В клуб шоферов, да? Да Там пела, да Да, в этом клубе железнодорожников Начинала свою артистическую деятельность Валентина Толкунова, насколько мне известно Там же неподалеку находился знаменитый дом Где жил дядя Пушкина в свое время Сейчас находится музей На Старой Басманной, да Замечательный совершенно, кстати, музей Это дом Кетчеров И там Василий Львович снимал жилье И туда Пушкин к нему приезжал И я была там И даже не однажды водила Но по-своему Когда я там была первый раз Гид, которая проводила экскурсию Она даже предложила мне померить шляпу Там же представлены наряды XIX века Шляпу И, по-моему, они меня даже фотографировали Мне это неинтересно было Прекрасно Воспоминания детства, воспоминания яркие Итак, у Вас мама с несбывшейся мечтой Да О высшем образовании Плюс Ваш отец, военно-морской офицер Которого вернули в Москву И вот в один прекрасный момент Да, он был руководителем военно-морской части Здесь, под Москвой, в Нахабино Потом он ушел У него сердце не очень хорошо было И они с мамой работали на телецентре С мамой на телецентре? Папа Он, Квок, был такой деятель на телецентре Известный довольно Папа был его заместителем А мама там, ну, что-то тоже делала технически Это техническая часть телецентра Не искусство, а техническая часть телецентра А потом, когда... Простите, Шаболовка или Останкина? Сначала Шаболовка Мои родители ушли из телецентра Когда туда пришел Лапин То есть он же всех выгнал Они все там уходили И папа заканчивал свою работу В Академии общественных наук При ЦК КПСС Это Квок его взял Вот он с Квоком Шел туда А мама Последняя ее работа Моя мама работала В запаснике на Смоленской Там был такой художественный салон И мама там работала В художественном салоне Прекрасно И, скажите, пожалуйста Как у маленькой, озорной Нелли Фастовец Появился план смелый Поступать именно на физтех? Я очень хорошо, говорят, рисовала в школе Мои картинки куда-то отсылали До какие-то выставки И преподаватели говорили Нелли, надо идти после седьмого класса В школу одаренных детей При Суриковском институте Велели моей маме отвезти мои рисунки В художественную школу Которая там на Садовом кольце Старинная художественная школа Мама отвезла мои рисунки туда И мне сказали, приводите девочку Но я уже была большая Это был уже восьмой класс Вам было 14 лет Да, я была уже большая Мама привезла мои рисунки Меня туда, значит, привели И я за год прошла От меня в какой-то начальный класс посадили До выпускного Мы там уже обнажены У меня какие-то рисунки там даже есть Уже рисовали обнаженную натуру Ну, в общем, уже нормально все было Но я-то была в девятом классе А все мои окружающие Они уже кончали и поступали Кто в Суриковские, кто в Мархи, кто куда В разные текстильные там и так далее А у меня еще был год И кроме того, летом на пленэре надо выполнить было задание Обязательно Меня отправили в какой-то лагерь Я играла в волейбол, танцевала Я разрисовала все дачи, в которых жили дети Но не сделала ни одного рисунка И так сентябрь В художественную школу я не могу идти, потому что я не выполнила домашнее задание Летнего на пленэре ничего не нарисовала Я тянула, 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 тянула А потом вдруг я услышала про лучшие технические у страны Да ну и ой, это самое художество Что-то лирики в загоне, что-то физики в почете Вот это было Самолеты, ракеты и так далее Да пойду я на физтех И пошла И поступила Итак, вы читаете на доске объявлений список студентов Вы находите свою фамилию Да, перед этим нас несколько человек Еще пока не вывесили Послали мыть окна И мы уже понимали, что мы поступили И только потом вывесили списки Восхитительно Да Первое впечатление Картошка у вас была Сколько человек было в группе Сколько групп было на курсе Как назывался факультет, кто был декан Аэромех назывался Аэромеханический факультет Зам декана всегда был Ноздрин у нас Нас был Ноздрин Вот мы с ним общались и все такое прочее Был хороший человек на самом деле Слушали лекцию Но нам же Кудрявцев читал матанализ Это же было великолепно совершенно Боже мой, какие преподаватели у нас были Совершенно замечательные Я не была ботаником Да Я участвовала в самодеятельности Я занималась спортом О, я была капитаном баскетбольной команды, между прочим Так, замечательно А пару слов о баскетбольной команде Расскажите, пожалуйста У нас был такой Болховитинов преподаватель С кафедры физкультуры Кстати, он был женат на Нине Ереминой Знаменитой баскетболистке И в нашем спортивном лагере В Фисеховском, на Пестовском водохранилище Мы с ней играли вместе в баскетбол Я очень любила баскетбол Я могла середину поля закинуть в корзину Я же не высокого роста Но у меня был хороший дриблинг И очень точное попадание У нас была хорошая команда Мы выигрывали И Болховитинов даже советовал мне То есть с его подачи Он меня послал в Лужники Чтобы я туда поступала в команду Я приехала туда, я помню Я никогда не забуду Эти какие-то огромные мальчики и девочки А я что там буду делать? Я поняла, что это не мое Но баскетбол я с удовольствием всегда играла Я еще и в волейбол играла А потом начались горные лыжи Это да Я сам как продюсер-режиссер В одном лице кинопроекта на тему женского спорта Знаю, насколько легко девочки зажигаются С одного вида спорта на другой Когда ты в одном соревновательном процессе Я почувствовала, который требует одной совокупности движений Ты легко, психологически легко переключаешься На другой вид соревновательных движений Просто очень интересно Но тогда только начинались Те же самые горные лыжи Это начиналось Причем у нас же как На Фисехе было в свое время очень здорово Потому что любой приехавший из самой бедной Какой-нибудь далекой деревни И бесплатно мог заниматься любым видом спорта И яхтами, и лыжами горными И так далее И в альплагерь ехать Боже мой, рюкзак собрали На третью полку бросили и кинулись в горы Тогда это было все возможно На самом деле Понимаете, вот это было А, тут еще яхты начались, конечно Это замечательно И начало ваш старт в фистеховской самодеятельности Ваша знаменитая гибригада фистеха Это я любила всегда петь И, наверное, кто-то сказал Миша Балашову, что я хорошо пою Балашов пришел в общежитие, нашел меня и позвал Тогда как можно более подробно расскажите Кто такой Миша Балашов Миша Балашов Миша Балашов Замечательный человек Человек, сочинявший песни Изумительно игравший на гитаре К сожалению, его уже достаточно давно нет Но это легенда фистеха на самом деле Михаил Михайлович Балашов Он старше года на три, на четыре Он родился в 37-м В 40-м На приеме в советском посольстве в Берлине Его держал на коленях Гитлер Он Гитлер Гитлер Он был знаком с Александрой Пахмутовой Это как сейчас быть знакомым с Брюсом Уиллисом Он был вожатым в пионерлагере Где бегала в коротких штанишках Будущая Людмила Путина Его не стало в 2009-м За день до 72-х летия Он был хорошим учителем физики И писал отличные песни Он руководил самым знаменитым Песенным коллективом в истории фистеха Они десятки раз выступали на телевидении А когда им предложили перейти в профессионалы Они решили бросить это дело и заняться физикой В эту периодическую эпоху Городились первые фистехи Мы физ, мы тех, мы хилые Почти всегда унылые Науку мы не двигаем Толкаемся вперед Мы английского не знаем Скажем прямо беспрекрасно Однако полагаем Я человек Моя мужа Моя мужа Моя мужа Моя мужа Мы у нас два детей Длиннее ночи кажется Что раньше было сказано Теперь уже не скажется Не скажется, не сбудется А сбудется, забудется Но он великолепную музыку писал Назовите, пожалуйста, какие-то произведения Доградет старый вальс на твоих подсвечниках Догорит, уплывет, только прикоснусь Ночь моя, ночь моя, кровь моя, древняя, вечная Я в апрель упаду В синюю весну Значит, сейчас я скажу А потом ты расскажешь Все, как было Потому что я знаю это по рассказам Нелечка была известная красавица на Фестехе Любимица всеми И любимица сейчас Слова написал Да не, не, не уходи Ночью Фестеховская братья была у нее на квартире Ночью Рейдин написал слова этой песни И под утро Потому что, как всегда, не хватило Пошел в магазин Докупить чего-то А за это время, когда он вернулся из магазина Балашов написал музыку к этой песне Ну, давай, Нелечка, расскажи Расскажи Вы знаете, на самом деле Ян прав Поскольку мы тут сидящие Некоторая группа На самом деле самые старые представители Фестех песни Это на самом деле 60-е годы Мы из агитбригады, которая создавалась 59-й, 60-й, 62-й и так далее Мы ездили по нашей необъятной стране Называемой тогда Советским Союзом Мы выступали, мы пели Мы читали лекции про науку Я тоже И пели У нас было много замечательных лирических песен Какие дивные песни писал Миша Балашов А эта песня, да Которую потом назвали «Московской цыганочкой» На самом деле появилась у меня на кухне После какого-то нашего студенческого сабантуя И подсвечники это мои На самом деле на моих подсвечниках И тогда Происходило все это на квартире Мы получили наконец-то отдельную квартиру в Бескудниково В Бескудниково, вот в этом дивном районе И вот при въезде на Бескудниковский бульвар Там такое было кольцо, троллейбус, где разворачивался И потом ехал назад в Москву На самом деле я до сих пор помню Андрея Сидящего на подоконнике кухни Который утром показал эти стихи А потом Миша написал Не в тот день, конечно Написал замечательную музыку Потом, я так считаю, что И стихи, и музыка Они принадлежат Хоть они, вот как-то толчок какой-то Это моя кухня Но они принадлежат всем женщинам Которые нравились когда-то каким-то мужчинам Вот, скажем так Мне точно нравилось Сегодня спели эту песню Конечно, она уже прошла некоторую обработку И там даже некоторые слова Парочка слов изменились И немножко изменилась мелодия Эту песню потрясающе Пел, и я надеюсь, что, может быть, еще споет Андрей Фредин Который написал слова этой песни Наши мальчики Наш замечательный квартет-квинтет Это Балашов, Фредин, Кузнецов, Шарыгин И Алик Андреев С которыми мне довелось петь Мы даже за нашу КВН-овскую команду Пели на телевидении В 61-й По-моему, с 60-го на 61-й В прямом эфире, между прочим Без всякой записи Впервые, да Впервые Вот, замечательные мальчики Пели, ну, так превосходно Что мне жаль, что их нет сегодня здесь Это единственное, что я могу сказать Ну, вот и все, пожалуй Огорает старый ваз На твоих подсвечниках Да горит ум и лед Только прикоснуть Ночь моя, ночь моя, кровь моя Древняя, вечная Я в апрель ухожу В синюю весну Ночь моя, ночь моя, кровь моя Древняя, вечная Я в апрель ухожу В синюю весну Слова Андрея Фредина Написанные у меня на кухне Музыка Миши Балашова То есть так получается, что я снимаю Это интервью Это интервью снимается В достаточно интересном месте Там, где была написана Одна из самых популярных Не в этой квартире Не в этой, да? Не в этой На этом ребята собирались На Новый год На дни рождения Таким образом Вы оказались в агитбригаде Скажите, пожалуйста О ваших зимних путешествиях Летних путешествиях Это было прекрасно И зимние путешествия Мы же на лыжах Костер Что-то готовили Пели, выступали Мы ездили в Казахстан Вы представляете? Ой, как нас принимали в Казахстане Я никогда не забуду Этот бесконечный плов Который мы уже есть Не могли Нас так закармливали А летний Мы же очень много ездили По Подмосковью Давали концерты в деревнях Наши мальчики С замечательными номерами Там, корова и так далее И тому подобное У нас же были Оркестры народных инструментов Я и с ними пела Кроме того Музыкальное сопровождение Гена Яковенко Ну, это все было прекрасно Мы были такие дружные Такие счастливые Молодые И тогда это было время Надежд И вот Ну, время надежды Тонулось Назовите, пожалуйста Расскажите Как можно более подробно О каждом участнике И о каждой участнице Этой гидбригады О Михаиле Балашове Вы уже рассказали Да Например, был еще знаменитый Юрий Корочкин К счастью здравствующий Да Можно позвонить Автор Ветер весны зовет Как было использовано Вот в этом видеопродукте В Мюнхенском раунионе Он журналистом работает Выдать телефон Еще раскрыть, пожалуйста Вот Лева Исаев Дальше Девушки ваши Ленечка Лазутин Который был руководителем Летнего похода Вот у меня на фотографиях Он есть Я вам показываю Где-то тут Печательные девочки Света Солодченкова Томочка Константинова Но они же Прекрасные Замечательные Вот расскажите Вот как сложилась судьба Что как можно более подробно Бутуально Ну в рамках Той подробности Которая необходима Понимаете Эти все люди Все эти Замечательные люди Они все старше меня А То есть вы были Помимо всего прочего В роли В роли Самой маленькой Почти да Но пожалуй Еще моложе была Только Томочка Бычкова Тамара Бычкова Она здравствует Нет Она очень рада умерла К сожалению Царствие небесное И походы В общем-то Понятно Мы пытались Изобразить Чего-то аналогичного У нас частично Получались С лекциями По международному положению Соответственно Все в наше время Правда Единственное Что это все Обходилось без лыж Лыжи у нас были В долгопрудном Но это мелочи жизни И вот в один Прекрасный момент Вы получили Некий сигнал Из Останкина Что Нашу Альма-Матер Хотят В виде команды КВН В виде агитбригады Тогдашних КВН Игрищ И расскажите Об этом моменте Как можно более подробно Зацеляпин Саша Вы слышали Наверное Это имя Водитель Нашей КВНовской команды Капитан Команды КВН Саша Зацеляпин Знаменитый Вдовой Ирой Зацеляпиной Мы дружим Часто Проскакивали интервью Пухначева Которая Будущая преподаватель Инфистеха Частично рассказывала О взаимодействии С командой КВН О взаимодействии С журналом Наука и жизни Но он же Снимал очень много Он ездил, снимал Миша написал Очень много Хороших песен Я не знаю Тут на даче У меня По-моему Там как раз Я слушаю Иногда Когда на даче Бываю Миша Как Миша поет Ну тут-то У меня тоже есть Наш Саша Яковлев Композитор наш У меня Его несколько дисков До сих пор Пишет Замечательную музыку Известный композитор Замечательно А самое популярное Его произведение Никакую у господина Яковлева Которого У кого? У Яковлева Которого вы упомянули У него песня поет такая Обуева По-моему Я могу принести его диск Вот это вот песня Александра Яковлева Да? Да Вот Вон о них Сколько Так Прекрасно У меня еще есть диск Он много пишет Прости, поверь Это его Да? Да Да Прости, поверь Но будем знать Что Прости, поверь Это его песня Замечательный Совершенный композитор Вообще Очень хороший человек Ну это прекрасно Он ныне здравствует Да Ну это прекрасно Потому что Берет интерес Конечно же Точно так же Как я Да Мы с ним общаемся По WhatsApp Прекрасно Здорово Весело Славно Что самое душевное Мы можем Из вот этой вот Самой-самой-самой Первой команды КВМ Самое душевное Шутки Песни Концертные номера Неожиданные встречи Само общение с телевидением Само восприятие телевидения Как С его аурой Вот мы попадаем туда Соответственно Из тех Как-то непонятно Как смотрят Чего вы такие умные Чего вы такие выпендрежные Это пойдет Это не пойдет Ведь так было далеко Не со всеми командами КВМ Наверное нет Но физтихия Понимаете Помимо выпендрежности Была во-первых Большая образованность Большой ум И Талантливые В искусстве Еще ведь Понимаете Вот это Тоже важно Понимаете Вот не просто Выпендрежность Какая-то А С умом По-моему С юмором И Кроме того Все Как-то очень хорошо Относили Ну музыка Как-то это вот Все вместе Фистехи Вот в основном Вот КВНовские Фистехи Они Такие Многогранные Были Ну вот Прекрасно Скажите пожалуйста Фистех песни Знаменитые в те годы Уже была Не была И вот как Выглядел Вот Фистех песни Тогда еще Просто такого Значит вот Названия Не было То есть Насколько я понимаю Это были Время от времени Какие-то Совершенно Спонтанные Концерты После нас Потом уже Все другие 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 Потом появились Гониэм И так далее Все это потом Все это потом Да Гониэм Насколько мне известно Передал Андрей Андреевич Брызгалов Это где-то 79-80 год Ну конечно Мы уже все давно отошли Все уже разбежались Тогда Собственно У вас самое интересное Самое занятное Было после окончания Вы очень интересную историю Про Городницкого Рассказывали И так Чисто студенческий разрез Чисто учебный разрез Вашей студенческой жизни Вы учились Некоторое время На Аэромехе И вы с Аэромехе И перешла потом на РТ На радиотехнический Потому что именно там Была кибернетика И биофизика Которой я занималась Под руководством Моего научного руководителя Вот который меня вставил В свою книжку И написал про меня Будьте так добры На каком базовом предприятии Вы заканчивали И вы писали свой диплом Проблем ИП Ну сейчас это называется ИПУ Тогда это был ИАД Институт автоматики И телемеханики Так Замечательно А теперь это называется Институт проблемы Управления ИПУ После этого Насколько мне известно Идет у вас Традиционная жизнь Нашей замечательной Простой, молодой Красивый, энергичный Сотрудник Перемешивается Жизнь научная С активным отдыхом С жизнью семейной Частые походы Частые прогулки На яхтах Все это было Расскажите пожалуйста После института проблем управления Вы попадаете в Губкинский институт Да Потому что мой руководитель Научный Там организовал Лабораторию Прикладной математики И я пошла В лабораторию Прикладной математики Старшим научным Сотрудником Ну и у вас Пошла некая Вереница студентов Вереница дипломников Да Я лекции начала Довольно быстро читать И мне мой научный руководитель Вот руководитель Доверял вести со студентами Я очень быстро начала Читать лекции Потому что Ведь дело получилось так Что мой был как бы Основным предметом Теория вероятности Математическая статистика А этого тогда еще Было очень-очень мало И в вузах даже почти не читали А я оказалась специалистом Именно поэтому У меня вышло очень много Пособий научных Именно поэтому Он последний Вышел прошлой весной Так это замечательно Это восхитительно И все-таки давайте вспомним Как часто после этого Как артистку Вас приглашали На всякого рода Вечера фистеховской самодеятельности Я помню Вы выступали На вечере памяти Андрея Козленко Из Гони М Вы были на сцене Вы если Насколько я помню Были с Янка Малашко Знаменитым тоже Ветераном фистеховского движения Но я там не пела Если вы помните Я уже перестала петь Я считаю Что у меня уже нет голоса Поэтому что там Изображайтесь И ваше увлечение джазом Вы как-то обмолвились Во время Да А вот мое увлечение джазом Получилось абсолютно Я говорю Вот Потому что мои друзья Некоторое количество друзей У нас же джазовый был ансамбль На фистехе И потом это так перешло уже в дружбу дальше Туда присоединились еще и не фистехи Мы же тогда записывали джазовую музыку по радио Тогда же ничего не издавалось Вот Но мы бегали на все джазовые концерты Я говорила Их вели эфир так И Алексей Баташов А потом Как-то так случайно Поскольку Баташов Вот Я живу здесь А он В районе Хитровки Это рядышком Замечательно Вы про Алексея Немножко более подробно Расскажите пожалуйста Хорошо Алексей Баташов Он кончил фистех В 59 году Он занимался джазом Ну и наукой И все Он написал первую советскую книгу О джазе Первая вышедшая в Советском Союзе Книжка о джазе Это Алексея Баташова Он знаменитой фамилией Баташов Кстати Его предков Особняк Находится на Таганском холме Там усадьба Баташовых Есть такая Это его Удивительный человек Добрейший Талантливейший Замечательный И вот как-то так получилось Что я Меня Они пригласили Он и его жена Маечка Кочубеева Они пригласили меня Посещать Дни рождения Алеши Баташова Дни рождения 7 сентября На хитровке Там собиралась Вся джазовая Москва И не только Москва И там устраивались Джин сэшены Там играли Пели Танцевали Ну немножко там Маё Столы устраивала Мы там что-то Приносили Добавляли И вот однажды Однажды Это до пандемии Как раз перед пандемией Очередной раз Я поздравляла Алёшу С днём рождения А Маечка Говорит Ну как Микрофону Пой Я вроде как Давно уже не пела Я смутилась Ну я же такая Запела И музыканты Тут же Меня начали Подыгрывать Ну и так далее И вот я это спела Они мне сыграли Мне устроили аплодисменты И потом спрашивали Вы профессионал? Я говорила Да нет Что вы? Кто-то меня предлагал Тут же на ютубе работать И так далее Ну я от всего Буркнулась Конечно Вот за всю студенческую жизнь Самое запоминающееся для вас Выступление Как для артистки? Ну во-первых Со сцены Театра Советской Армии В юбилей фестиха Какой это был год? Сколько же это было? Это было очень давно Дет 50 наверное Это было как-то очень давно Фестиху я имею в виду Ну сейчас же 75 Да? Вот недавно было А это Да И я пела песню Нашего фестиха Я дорог прошел Немало Я искал Везде тебя И волнуя кровь Песню про любовь Мне лишь ветер Пел Звенял Ну и так далее Это Вольфа Бородина Песня Тоже фестиха Так А расскажите тогда Пожалуйста В общем-то Про вот это Я с ним не была знакома никогда Он существенно раньше Но вот песня его Я уже не помню Откуда я ее узнала Она мне очень понравилась Я ее пела Вот со сцены Театра Советской Армии Да Ребята Компания Это здорово Здесь музыкальные способности у них были Несмотря на музыкальную непрофильность Нашего вуза Расскажите пожалуйста Вот как выглядел С моим хорошим лектором По теоретической механике Геннадием Яковенко Ваше творческое взаимодействие Дело в том Он был баянистом Как выяснилось Кроме того Что он был Хорошим специалистом По теоретической механике Он хороший человек Мы с ним ездили вместе В агитбригады Мы дружили Поскольку он меня аккомпанировал Делал это великолепно Человек очень добрый И хороший Но какой-то такой вот Вне агитбригады Мы почти не встречались И как-то так вот Нет Ну только какие-то Когда общие сборища были Там где-нибудь В Черноголовке Вот так А вот как выглядели Ваши сборища Агитбригады Вашей в Черноголовке Кто там был Самый главный Гена Новиков Гена Новиков Но к сожалению В рамках моих представлений Он уже в мире ином Расскажите про Гена Да, к сожалению Год назад произошло только Да, год назад Расскажите немножко Об этом человеке Потому что как-то Определенные фотографии есть И соответственно Да, он сколько угодно Гена Новиков Очень добрый Очень хороший Кстати, я вам говорила Про свои прозвища В детстве Значит, в школьной Ежиком называли Во время школы Потом меня называли Кошка, которая гуляет Сама по себе А Гена Новиков Мне придумал Фея четвертого измерения Он меня называл Ну вот судя по фотографиям Вашей молодости Что на муза, что на фея Весьма-весьма тянутся Вот И у меня есть фотография Кстати, тут она есть Мы с Геной очень дружили Мы даже называли друг друга Братом и сестрой Удивительный, хороший человек Замечательный Просто На самом деле И вот он устраивал Наши И он был руководителем И агитбригады И наших походов И в Черноголовке Вот он устраивал Наши сборища Куда мы приезжали Собирались Там был шашлык Мы пели песни Гена устраивал Даже Какие-то фильмы Просмотры, что снималось Это было вообще прекрасно Это замечательно Это, собственно, с ней Да, есть фотографии Мы там сидим у костра Я надеюсь, сейчас вы покажете Вот фотографии Где вы с ним сидите у костра И заодно фотографии Здесь я сейчас найду В этом ворохе фотографии Здесь, собственно Владислав Тадеушевич Приехал с одной Каверзной целью С вами, соответственно Все это дело разворошить Надо было предупредить меня Пораньше Тогда я, глядишь, вы Вы Это Петюнов Это Иларионов Чуть-чуть подробнее Расскажите об этих людях, пожалуйста Вообще Любой информационный блок Который до вас донесся Потому что Я понимаю, что Всегда есть какие-то Есть более Есть менее роскошные Информационные потоки Человек может быть Более яркий Или наоборот Человек может быть Сероватый Геннадий Яковенко Вот он тут стоит И вот тут не узнать Тут Ну Вот мы, например Поем перед сельскими Вот Ингн Яковенко Мне играет Так, это прекрасно Это прекрасно Давай Вот это светочка Так, светочка Так, прекрасно К сожалению К сожалению Ее уже тоже нет Так, девочки зажигают Вот Геннадий Яковенко Он часто играет Вот он нам играет Троем Мы Какой-то поем Что-то Втроем Константинов Оставите Солодченко Скажите немножечко О вашей личной жизни О вашем знакомстве С вашим будущим супругом О том Как у вас дитё родилось О вашем увлечении Яхтным спортом Более подробно Вы знаете Личная жизнь Это Она ведь не даром Называется Личная Понимаете Поэтому Какие-то Совсем личные вещи Я вообще не люблю Кому-то рассказывать Это Вот там Моё Но познакомилась я Абсолютно случайно На берегу Пестовского водохранилища В спортлагере Я увидела человека Который шёл не ко мне Но я услышала голос И я увидела эту высокую фигуру Услышала этот голос И во мне что-то произошло Потом выяснилось у него тоже Мы очень долго ходили Друг вокруг Мы даже поженились практически Только через три года Мы три года Ходили вокруг Другого Три года Это уже достаточный срок И после этого Насколько мне известно У вас родился сын После этого Да Родился сын Кстати да О том что у меня родится сын То есть я не знала что сына Вот будет ребёнок Мы с мужем отправились В город Твербов А так просто путешествовать И там я поняла Что со мной что-то произошло Потом выяснилось Что я беременна Но мы были уже муж и жена И у меня родился сын Вон он Замечательный мой сын Вон там много фотографий Вон там Два маленьких мальчика Левый Это сын Так Два маленьких мальчика Покажите Это сын маленький А это внук маленький Так замечательно Вот это сын уже большой А это сын Вот мы стоим на катамаране Между прочим Ну рядом с катамараном Ну вот отлично Вот позвольте за вас порадоваться То есть как-то семейное счастье У вас может считать состоялось Да Позвольте за вас порадоваться Так ну и тогда Расскажите собственно Ваше предпочтение В искусстве Музыка Поэзия Живопись Потому что все-таки Ваша молодость студенческая Попала на 60-е годы Когда как раз Открылся Железный занавес Благодаря этому открытию В тех или иных формах Искусство Вы знаете Ну так получилось Что искусство я любила всегда И музыку И живопись Я сама немного рисовала Мне даже прочили Быть художником Ну как-то вот Кстати когда мы отдыхали На Синеже В Доме творчества Как-то втроем Муж, сын и я Мой сын тоже хорошо рисовал И там какая-то художница Все время выпрашивала Все рисунки моего сына Он неплохо рисовал Но потом ему это надоело И даже в школе Я за него рисовала Подражая детскому рисунку Ну чтобы не заметили Что это не он Ну это наверное было тяжело Ну надо было рисовать по-детски Да Могла Вот И музыка всегда интересовала Потому что Мой папа хорошо пел Дед играл На музыках То есть Понимаете Я была окружена Наверное Тети мои Институт культуры Бахрушинский музей И так далее Понимаете Искусство меня окружало С детства Наверное И поэтому я всегда К этому была открыта Я с удовольствием Всегда ходила на выставки Я и до сих пор хожу А поэтов Поэтов Любить Поэтов серебряного века Любить Меня как-то вот Вовлек в это Борис Коновалов Это фестех На несколько лет Меня старше Который Рассказать эту историю Ну расскажите И так фестех Который Дана И шкура его Украшает Волшебный узор С которым равняться Осмелится Только луна Дрожа и качаясь На влаге широкий озор Ну и так далее И я влюбилась В Гумилёва Тут же И тогда Один мой приятель Которому я нравилась Сделал мне Приятный подарок На день рождения Он Пошёл В Ленинку Взяв Пропуск У какого-то студента Сфилологического Факультета МГУ И переписал мне От руки Гумилёва Эта книжка Замечательная У меня до сих пор Самая ценная Из всех книг Гумилёва Которые у меня есть А мой другой друг Александр Филипенко Брал эту книжку Для своих выступлений Приходил Брал То есть у него Видите какая история У этой книжки Гумилёва Вот Расскажите пожалуйста Первое ваше знакомство С Александром Филипенко Известным выпускником Фистеха Актёром Последующее его развитие Потому что Насколько мне известно Случилась одна Очень весёлая история Что едва не дошло До того что Ваш сын Снялся бы В каком-то детском фильме С его участием Да Ну дружба пошла С агитбригадой Естественно С Сашем Помоложе Мы Подружились В агитбригаде И потом дружили Совершенно замечательно Я ходила к нему В театры В которых он играл Я даже ходила к нему На таганку Когда он играл У любимого И мне Он меня ввёл Он тогда как раз Играл в Гамлете Ну конечно Не главную роль И он меня проводил А какого персонажа Гамлета он играл В Гамлете Поскольку фреза его была Сейчас мы закопаем И мы с тобой пойдём Погуляем Могильщиков Да Вот А он меня проводил За кулисы И познакомил меня С Высоцким Это абсолютно шапошная Абсолютно шапошная Ни к чему не обязывающая Не продолжавшаяся Ничко И Высоцкий Высоцкий Ян Ну тут Какие сравнения могут быть Сравнения могут быть Самые прямые Вы всё-таки более Девушка типа муза Судя по тому Что вы описываете Это 70-е годы И 70-е годы Вы как раз Девушка В самом расцвете силы В самом расцвете красоты В рамках моих представлений И наверняка Вы на него произвели впечатление Не знаю Не знаю Не думаю То есть я об этом не задумывалась Честное слово Потому что для меня Высоцкий Это такая величина Что А потом Да Когда Александр Филипенко Вот должен был играть Там на неведомых дорожках Он ходил Что там мальчика Хотел Чтобы играл мой сын Тимка Вот Но Тимка в это время заболел И к сожалению Поэтому актёр из него Не получился Я помню Он до сих пор Про это в смеях Вспоминает Что вот Не вышел из него Актёр Хотя Вот внук у меня Сейчас точно будет актёром Ну Позвольте пожелать Он всё время Что-то придумывает Во что-то играет Что-то сочиняет Придумывает Что-то Ну то есть креативный потенциал У него ощутимый Да Да Очень даже И скажите пожалуйста С Александром Александровичем Серебровым Знаменитым космонавтом Тоже Вашим Ну это тоже Мы с ним Замечательно Поработали вместе В пионерском лагере Орлёнок На одном отряде Там обычно ставили на отряд Педагога И физтеха Потому что это была смена Победителей физмат-олимпиад А нам не нашлось преподавателя Я туда попала нечаянно Я ехала в горы Заехала к друзьям Которые К физтехам И осталась И нас на отряд поставили С Александром Серебровым И мы с ним работали на отряде Мы очень дружили с нашими ребятами Некоторые из них потом поступили Даже на физтех И мы остались очень дружны А он тогда влюбился в Катю Которая стала его женой Туда же приезжали моисеевцы И с Катей Серебровой Мы общаемся до сих пор И мы Моисеевцы это артисты Ансамбля народного танца Имени Моисеевцы Да Моисеевцы приехали тоже в Орлёнок И Саша Серебров там познакомился Со своей будущей женой Катей Мы с Катей общаемся Вот Сашу уже нет Несколько лет А с Катей мы иногда Хотя бы по телефону общаемся Она все собирается Ко мне в гости приехать Ну вот как Ну приедет Ну приедет Мне жутко повезло в жизни Я была знакома С такими интересными людьми Я дружила С Сашей Филипенко С Александром Серебровым С Борисом Коновалым Понимаете Нам повезло Вот девочкам Которые были на Фистехе Нас было мало Но нас окружали Такие талантливые люди Юра Пухначёв Боже мой Если сейчас перечислить всех Не хватит ни времени, ни сил Поэтому я счастлива Я счастлива Я счастлива, что я прожила Интересную жизнь Научную, спортивную И с замечательными друзьями Я благодарна своей судьбе И за все спасибо А вам спасибо За интервью Пусть запрещают нам петь Песню о Бригантине Пусть идиоты твердят Что не нужна сирене